Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. В этом выпуске мы расскажем вам о программе «Говорим и показываем», в которой главными героями стали экс-участники телепроекта Дом-2. Семья Гобозовых, Миша Терехин и Элиберш Кпадону поделились впечатляющими историями из личной жизни. Гобозовы стали регулярными гостями шоу «Говорим и показываем». На этот раз они поведали миру о своем нереальном везении. Оказалось, что Саша настоящий любимец удачи. Уже в 6 лет ему повезло найти большую по тем временам сумму 400 рублей. В армии он нашел 100 тысяч долларов, а через некоторое время на него свалилось несколько тысяч евро. Алиана тоже получает, по ее словам, все, о чем мечтает. Когда ей было 16 лет, она составила карту мечты, куда записывала все свои желания. В итоге желания сбылись. Алиана работала моделью за границей, украшала обложки журналов. У нее был парень-модель, а также она делает успехи в певческой карьере. Недавно Алиана выиграла конкурс «Мечта» в интернете. На этом конкурсе Алиана озвучила свою мечту – вылечить маму, она у нее больна раком, купить маленький уютный домик у моря для всей ее большой семьи, показать маме красивые места, вдохнуть в нее новую жизнь, а также подарить мужу дочку и для Роберта сестричку. По результатам голосования Алиана победила и получила 10 тысяч долларов. И, конечно же, очень удачным оказалось участие Саши и Алианы в телепроекте «Дом-2». Они выиграли квартиру, путевку на отдых и миллион. Квартиру выиграла Алиана, находясь в браке с Сашей в 2014 году, победив в конкурсе «Человек года». Она одержала уверенную победу, даже пересчет голосов не сумел существенно пошатнуть ее позиции лидера. Эта квартира-студия, она находится в закрытом коттеджем поселке в двух километрах от Москвы. Саша и Алиана провели съемочную группу в квартиру, показали ее. Саша сам сделал перепланировку, превратил ее в двухкомнатную, а также сделал хороший ремонт. Но здесь семейство Гобозовых не живет. Как говорит Саша, здесь слишком тесно для их большой разросшейся семьи. Они сдают ее жильцам. Также Саша и Алиана рассказали про подарок от своей сетевой компании, где они работают, о машине за 3 миллиона. Поделился своей историей и Миша Терехин. В 2012 году он вместе с Ксюшей Бородиной победил в конкурсе «Терем для двоих». Терехин честно признался, что в выигрыш дома он вложил полмиллиона, которые потратил на смс-голосование. В итоге Ксения и Михаил набрали наибольшее количество голосов и стали обладателями дома стоимостью 5 миллионов рублей. Это двухэтажный мебелированный коттедж в подмосковных Бронницах. После расставания с Ксюшей они продали дом, поделили деньги. Таким образом, Миша возместил свои расходы на смс-голосование и еще остался в плюсе. Либерж к Падону тоже поделилась своей историей. В 2012 году она выиграла конкурс «Человек-года» и получила автомобиль. Чтобы победить, Либерж давила на жалость зрителей. Она обещала отдать свой выигрыш детскому дому и рассказывала о своем бесплодии. В эфире «Говорим и показываем», Либерж сказала о том, что она отдала машину в детский дом. На самом деле она ее продала. Часть вырученной суммы она потратила на покупку машины для Барзикова, который был ее парнем на тот момент. А оставшиеся деньги она все-таки потратила на покупку подарков для детского дома. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!